Они обычные подростки, школьники, такие же, как и ты. Они читают книги, знают все о моде, занимаются спортом и, конечно, развлекаются. Именно они расскажут тебе о самых интересных молодежных событиях Ноябрьска. Как, а как фишка ляжет. Привет, ребята. Первоапрельский привет тебе, зрители. Это программа «Фишка» на телеканале Ноябрьск-24. И сегодня мы не будем рассказывать, как рассмешить соседа по парте. А разыграем наших старших коллег по цеху, журналистов, издательского дома «Благовест». И покажем, как на наш взгляд должны выглядеть проекты телеканала Ноябрьск-24. И пусть фишка решит, кому посчастливится стать жертвой обстоятельств. Опаньки, ребята. Давай. Раз, два, три. Ну, в общем... Ой, подруга, а спина-то у тебя белая. Ну, эй! Весь апрель никому не верь. Я тебе это еще припомню. Девочки, давайте не будем ссориться, хорошо? Поп, а кид с тебя новостной выпуск? Всегда мечтал. Тони, ты у нас вроде как блондин. Тогда с тебя программа «За рулем», которую Ксения, я пишу, ведет. Да-да, круто. Как раз на тачке погоняем. Таша, с тебя актуальное интервью. Интерьер интервью, я верил. Интервьюировал. Так что справлюсь, как видишь. Перепись, подруга. Ну, а с меня тогда погода, афиша и спорт. Не будем медлить, дамы и господа. Не будем медлить. Да пребудет с нами села Оксаны Балун. Расход! Мастерская печати издательского дома «Болговест» представляет прогноз погоды на 1 апреля. Обращаем ваше внимание, что сегодня ожидается умопомрачительный циклон под названием «Фишка» на телеканале Ноябрьск-24. В период с 20.20 до 21.00 не рекомендуется покидать зону повышенного комфорта у телевизора. Возможно, осадки в виде улыбок и смеха от переизбытка положительных эмоций. Если вам не удалось добраться до экрана телевизора в это время, есть вероятность попасть в торнадо негодования и разочарования. Однако, Гидрометтори рекомендует сохранять спокойствие и попробовать обуздать стихию. Например, предлагаем вам посмотреть программу «Фишка» в любое другое удобное время на официальной странице телеканала Ноябрьск-24 в Ютубе. Стоит отметить, что при просмотре нашего видео в социальных сетях для поддержания стабильного уровня атмосферного давления жмите палец вверх и ставьте сердечки. На территории Ноябрьской Гидрометтории объявляют поиски весны, а в частности апреля, который совсем и январел. Следуя современным тенденциям, деревьям настоятельно рекомендуется следовать моде и сменить белые наряды на зеленые. Сценарий, все могло быть хуже. Так, что это? А, да, точно, сценарий есть, что зачитывать. Всем привет, с вами новости. Не, не так. Ку-ку, телезрители. Они же не дятлы, ладно. Hello всем жителям города. С вами новости. Так, наши бабушки смотрят, а не английский Мюнхерштейн. Так. Guten Tag. Не то. Так, ладно, тут должно быть написано, что говорить. Добрый день, здравствуйте. Камера, давай. Пшш. Камера, проснись. Давай, давай. Что делать? Ну, камера, ну включись. Ну, пожалуйста. Ну, эфир надо спасать. Ну, давай, лампочка, хоп. Пожалуйста, ну включись. Ну, включись, ну, пожалуйста. Давай. Опа. Поздравляем, вы стали тысячным обладателем нашего респекта. Спасибо за респект. Спасибо, камера. Ну, давай. Ну, пожалуйста, ну включись, а. Давай. Отдыхай, все. Давай. Давай. Водителей классифицировали. По решению правительства их поделили на три группы. Почему автомобилисты пренебрегают правилами дорожного движения? И как бороться с гололедом этой весной? Об этом вы узнаете прямо сейчас. Это программа «За рулем» на телеканале «Ноябрьск-24». И мы начинаем. Пойду пешком. По решению правительства отныне водители разделены на три группы. Первая группа автомобилистов с названием «Крутые пацаны». Они летают быстро и низко, от этого не жалеют никого. Объяснять свои маневры на дороге поворотниками им не позволяет религия. Крайне опасно. Представители второй группы именуют водителями молодыми. Они мечутся из ряда в ряд, как подстреленные сайгаки. Считают, что чем чаще они перестроятся, тем быстрее доберутся до места назначения. Усугубляют ситуацию на дороге тем, что в кого-нибудь втыкаются. Крайне неадекватны. При ДТП они растворяются в пространстве во избежание проблем с законом. И третья группа, самая многочисленная братья автомобилистов, называется «Человек успешный». Это эффектные, элегантные и, конечно же, успешные менеджеры на кредитных фокусах, лайнсерах и так далее. Они адекватны, спокойно стоят в пробке, часто подтормаживают, и причем не педалью. Бывает такое, что они впустят в свой ряд табун других машин, и из-за этого навсегда замирает ваш ряд. Как вы относитесь к классификации автомобилистов? Отвратительно. Нормально. Как вы к этому относитесь? Не слышала. Это что, вы в курсе вообще? Это вообще что? Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжает программу «Актуальное интервью». И сегодня у нас в гостях... Сегодня у нас в гостях... Перейдем к основной теме программы. В Ноябрьске пройдут самые главные соревнования спортивного календаря года. Чемпионаты первенства России по лыжным гонкам. Уважаемые зрители, в студии появились желающие подискутировать на тему лыжного чемпионата. «Встречайте левая и правее нее правая лыжни». Можно с вами поздороваться. Я так понимаю, вы автоматически в списках участников чемпионата. Оно и видно. Ходовая часть спортсмена на лицо. Никогда не посещала мысль, что вас просто используют. Интересное сравнение. А как насчет вашего стажа в таком виде спорта? Бесспорно. Уверена, многие лыжи хотели бы быть такими же высокими и стройными. Раскройте свой секрет. Как поддерживать такую элегантную форму своей палки? Тут можешь немножко покрутить, повертеть ими. Благодарю, что нашли время и посетили нашу студию. Успехов. А я напомню, что сегодня у нас в гостях были уполномоченные участники чемпионата и первенства России по лыжным гонкам. Спасибо большое. Здравствуйте. Сегодня расскажу вам, куда пойти и что посмотреть. О самом интересном, что происходит или произойдет в жизни Ноябрьска. Городская афиша в эфире. Информация для всех любителей прокатиться с ветерком. Еще с древних времен известны нетривиальные способы передвижения по льду. Всем любителям невероятных скольжений праздник. В Ноябрьске проходит ежегодное массовое катание на всех тротуарах города. Жителям Ноябрьска, которые всегда мечтали полетать с парашютом, предоставляется такая возможность. Причем совершенно бесплатно. Стоит лишь выйти на улицу с простыней, ухватить ее на манер парашюта и полет не заставит себя долго ждать. И последнее. Ноябрьске 24 продолжает киновикторину, победитель которой получит билет в кино на двоих. Для этого необходимо первым правильно ответить на вопрос. На основе какого классического произведения построен сюжет нашумевшего фильма Романа Качанова «Даунхаус». И на сегодня это все. Завтра расскажу еще. Не пропустите самое интересное. Ноябрьске 24. Всегда с тобой. Молодец, хорошо. Ой, что ты, Пулгарин, много перетрудился. Что там по марафету у нас? Ой. А ты реально крут, парень. Ты хорош. Ведущий все аддикторов прям. Молодец. Только что-то бледноватый какой-то. Давай, ладно. Так, что это такое? Ай, ладно. Хороший, молодец. Мужик. Надо, чтобы папа не спалил. Так. Хороший. Так, что тут у нас? Погоня. Кража со взломом. Кража. Так. О, вот то, что надо. Окей. В студии Никита Плугарь. Здравствуйте. Продолжение следует. Продолжение следует. На данной выставке представлены работы Исаака Левитана, Пабло Пикассо и Сальвадора Дали, которые были написаны мастерами еще в раннем детстве. Городской музей ждет вас каждый день с 10 утра до 7 часов вечера. Приходите. Красава. Как сказал, как из положения выкрутился. Ой. Кулера нет, да? Где вода-то есть? В наше время, когда на улицах города больше машин, чем песчинок на Венесбич, некоторые водители страх все-таки потеряли. И пока одни соблюдают правила дорожного движения, другие себе твердят под нос. Правила есть, чтобы их нарушать. Вы соблюдаете правила дорожного движения? Не, ну, чтобы это было безопасно. Так соблюдаю, конечно. Ну, бывает, конечно, что тут лукавить. А так, чтобы никому не повредить, не помешать, не сделать аварию. Ну, я не нарушаю. У меня нет штрафных инстанций вообще. Сколько уже езжу уже. Я стараюсь всегда ездить по правилам. Сколостной режим соблюдать. Женщины вообще правила не знают. Вам не обидно? Нет. Женщины, бывает, водят лучше, чем мужчины. Несмотря на суровые штрафы, каждый водитель считает должным не пропустить пешехода или проехать на красный. Эх, надо с этим что-то делать. Эфир телеканала «Ноябрск-24» продолжает программу «Актуальное интервью». Сегодня на студии я, Таша, и у нас в гостях дарование природы. Человек, чей труд вы видите прямо сейчас. Этот парень всегда за кадром. Стоит за кадром, сидит за кадром и следит правильно за каждым кадром. Только сегодня и только один раз. Ну, я за кадром, короче. Стоит за кадром. Как известно, именно от монтажа зависит успех и высокий рейтинг целого канала. О программе судят по тому, как качественно она смонтирована. Как не стать виновным ответчиком перед разочарованным истцом на таком суде? От монтажа зависит, ну, приблизительно 40%, я бы сказал бы. Еще съемка, еще сценарий, пост-продакшн. Меня, на самом деле... Дожди, мне проводок торчит. Что на самом деле... Поражает ваше мнение адекватно рассуждать на такие темы. На просторах интернета я наткнулась на такой интересный вопрос. Как называется такая штука, цитирую, при накладывании картинки и музыки которой получается смешно? Мне уже смешно от этого вопроса. Можно без одногласников? Я просто... Шутки с одноклассниками? Это вопрос и мэлру вообще. Знаете, талантливый человек талантлив во... А в чем, собственно, вы еще талантлив, помимо монтажа? Пишу музыку, снимаю... Не знаю, стихи иногда пишу. Значит, что насчет съемки? Качество картинки зависит от размера объектива или главное умение пользоваться? Зависит от рук оператора. Если они растут в правильных, анатомически верных мест, то на любой объектив можно снять хорошо. Грейтфул? Тупое слово, просто. Замечательно. Замечательно. Спасибо, Тимур. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был человек со стойкими нервными клетками и безграничным запасом фантазии. Монтажер и по совместительству волшебник. Тим, всего доброго и до свидания. Монтажер, оператор. Вообще режиссер монтажа. Это обзор спортивных событий. С ними познакомлю вас я, Тори от Футболи. Здравствуйте. Футболист сборной Бразилии и Милану Робинью написал на своей страничке в Твиттере. Вместе с моим другом Дьяго летим в Минск, что в России. По всей видимости, в школе Робинью учился плохо, потому что с уроков географии сбегал на футбол. Впрочем, будь он прилежным учеником в бразильской школе, вряд ли был бы в составе Милана и летел в Минск, который в Белоруссии, чтобы сыграть матч четвертого тура группового турнира Лиги Чемпионов. В начале этого года дисциплинарному наказанию подвергся Лео Месси. Он стал беднее на 2000 евро за то, что поздравил свою маму с днем рождения прямо на поле. После забитого мяча Аргентинец подбежал к телекамере и продемонстрировал майку с написанным поздравлением, надетую под основную форму. На самом деле от потерянных 2000 евро у Месси не убудет, зато маме приятно. И еще несколько фактов о футболе. Футбольная кричалка «Оле! Оле! Оле!» происходит из Испании, где слово «Оле!» выкрикивалось на кориде или танцах фламенко. Кулио Иглесиас в молодости был футбольным вратарем и выступал за Мадридский Реал. Во время футбольного матча в Бразилии ветер снес группу парашютистов на футбольное поле. Один из парашютистов упал на вратаря в тот момент, когда Галкипир приготовился владеть мячом, и в результате мяч оказался в воротах. Судья, невзирая на протесты потерпевшей команды, гол засчитал, объяснив появление парашютистов вмешательством высшей силы. Футбол официально запрещен в шести странах, включая Афганистан и Гренландию. Ну а на этом пока все. Следите за новостями спорта вместе с нами. Че? Алло, привет, шалом, ку-ку. У, есть сценарий. Че за? Ладно. Времени нет, буду по памяти. Эй, ладно. Работаем. Итак, мы продолжаем. Срочная новость. Ноябрьск завалила снегом. Как говорят эксперты, такой сильной снежной бури не было уже. К слову, многие горожане до сих пор не могут поверить в данный природный катаклизм. И все более настойчиво идут наперекор стихии. Че-то я куда-то загнула вообще. А так хорошо начинала. Пишем? Давай быстрее, холодно. Ты серьезно говоришь? Холодно тебе? Подожди. Свой комментарий на этот счет нам дал один из представителей метеостанции города. Пацаны, крепитесь. В преддверии летнего дорожного сезона водителей обязали переиздать теоретический экзамен на знание ПДД. Такая мера, по мнению законодателей, поможет водителям освежить память и стабилизировать ситуацию на дорогах. Верно, верно, верно. А че, че не знал, что я ничего не делал. А после небольшого перерыва мы продолжим. На наш город нашла страшная лихорадка. Эксперты называют ее вирус ПСАЯ. Люди, попавшие под его воздействие, начинают необычным способом выражать свои мысли. Уникальные кадры первых горожанок, которые заразились этим страшным недугом. Только в эфире телеканала «Ноябрыск-24». Убедительная просьба – уберите детей от экрана. И это была завершающая информация выпуска. До свидания и до новых встреч. Если вы еще не заметили, но на улице творится какая-то весенняя вакханалия, то тепло и все тает, то холодно и все мерзнет. Тем самым на дороге образуется толстая корка льда. Как же с этим бороться? Уверен, горожане знают, это куда лучше дорожных служб. Как бороться со льдом на дороге? Говорят, ну, убирать вовремя, посыпать чем-нибудь. Все, оно надо. Вовремя чистить снег, я думаю, и все. Следить. Ну, а как вы относитесь к солям? Солям? Нет. Ну, есть же всякие реагенты, которые, например, не действуют негативно на машину. Ну, слышал, что они потят, конечно, все там обувь, все остальное. Ну, не знаю. В принципе, можно и купить себе ботинки. Я думаю, многие позволят им. Соль не нужна. А, нет, не знают. Конкретного ответа, как бороться со льдом на дороге, нет. Но самым действенным, по мнению горожан, является способ вашими молитвами. Ага. Да. А эфир программы «За рулем» прерывает срочное сообщение нашего специального дорожно-транспортного корреспондента Шурика. Здравствуйте, Шурик, в эфире. Здравствуйте, Антон, здравствуйте. А, собственно, и ничего серьезного-то и не произошло, и серьезного. Обычная ситуация для ноябрьщика. То есть сейчас я нахожусь на перечетении улицы Мира, и... Недоразумение вышло. Скользкий пол. Да. Все факты говорят о том, что я ни в чем не виноват. Что-то со связью, Шурик. Надеюсь, все будет хорошо. До свидания. Конец связи. Ну а чтобы не было таких вот недоразумений, изучайте ПДД, смотрите по сторонам, ну а лучше сидите дома. Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжает программу «Актуальное интервью». И у нас в студии очень важный гость, а точнее гостья. Чтобы добавить интриги и разнообразия, мы предлагаем вам возможность, уважаемые телезрители, угадать, кто же находится в нашей студии. Добрый день. Уважаемые гости, а представьте себя таким образом, чтобы весь город о вас узнал. Достаточно одной фразы, я думаю. Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжает новости. Здравствуйте. Ну что, вы догадались, кто сегодня приглашен в нашу студию? А вот вы бы сами себе угадали. Я узнаю себя из тысячи. Нет, я не из тысячи. И ваш голос на сердце высечен. Нет, не из тысячи. Я себя вообще узнаю из миллиона. Я из тысячи. И ваш образ на сердце высечен. Арома. Оксана Анатольевна, вы как профессионал в телевещании просто обязаны посвятить меня в эту сферу. Дайте, дайте уже скорее совет начинающим корреспондентам. Сейчас вот вся такая умная, красиво вам все расскажу. Самое главное – это не бореть звездной болезнью, не заниматься саморюбованием и обязательно учиться. Всегда заниматься самообразованием, заниматься своей речью, техникой речи, поставить голос и так далее. Я думаю, сразу нужно начать с орехов. Так. Сейчас вы меня, да, проверять будете. Да, старших по званию, как говорится, вперед. Прошу. А я скажу, знаешь, мы еще такие пробки, не только орехи. Кстати, вот в этой прям студии еще и пробки вот перед эфиром, когда есть там несколько минут. И вот начинаешь, да. Беребратием заниматься. Давай попробуем мало. Давайте я с вами попробую. Так, сколько у вас там орехов? Я прям, ну, похоже. А правда ли, что интервьюер интервьюировал интервент, да? Нет, вы все молодежки, конечно. Сейчас через 2 месяца ты скороговорки говоришь? Скороговорки. Я не знаю, вообще, это просто здорово. Я себе освещу другой, своей любимой скороговоркой прогрета. Я ходил веку, 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 веку. Шап. Знаешь, что... Шап. Шап. Ну, как на сабатик похож. Атакую вас актуальным вопросом. Нужны ли городу новые журналисты и корреспонденты? Ну, конечно, нужны. Если там, кроме шуток, конечно, всегда в журналистике нужны новые люди, новые специалисты, новые журналисты, операторы, режиссеры монтажа, редакторы и так далее, и так далее. Потому что, как говорят, когда свежая новая кровь, это новый взгляд, это современный подход, это, значит, креатив, это динамика. Это всегда очень-очень хорошо. То есть старые не всегда лучше нового? Ну, насчет старого-то я сейчас это могу ответить, конечно. Если ты меня сейчас будешь смешить, я на тебя обижу. Предлагаю на такой позитивной ноте завершить сегодняшнее наше интервью и предоставляю вам честь сказать заключительные слова. На этом актуальное интервью завершено. Впервые я побывала в роли не журналиста, а человека, который находится в студии в качестве респондента. Но это оказалось не менее интересным. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. До встречи в эфире. Всего доброго и до свидания. С первым апреля. А в чем твоя фишка, узнаем ровно через неделю. Смотри нас каждую пятницу в 20.20 на телеканале «Ноябрьск-24». И в воскресенье в 19.00 на ТНТ. И помните, весь апрель никому не верит. Только нам верь. Пока!